Я хотел бы перейти к нашему Иосифовичу Джанибекову, правнук знаменитого нагайского просветителя Абдул-Хамида Шарсимбивича Джанибекова, который сыграл определяющую ключевую роль в сохранении очень многих памятников нагайского культурного и исторического наследия. Ренат Иосифович, Ренат, скажите, пожалуйста, какую роль должны играть работники культуры и творческой интеллигенции в сохранении нагайского наследия? И какие, скажем так, принципы должны ими двигать? Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, всех приветствую. Очень рад присутствовать здесь. Вообще меня, честно говоря, немного сегодня уже звучало такое понятие, как национальная интеллигенция, творческая интеллигенция. Меня в рамках современности немного смущает это понятие, потому что это все-таки, наверное, особенно национальная интеллигенция, это все-таки к Советскому Союзу. Сегодня у нас, я думаю, более актуально слово «элиты». И вот тут мы потихоньку подходим к очень важной проблеме. Проблеме того, что сегодня, пожалуй, у нас нет устаканившейся сформированной глобальной творческой элиты. Это большая проблема. Давайте посмотрим вообще, что происходит в современном мире. В принципе, в творчестве сегодня рассмотрим актуальные вещи. Правда в том, что каждый день выходит более 100 тысяч новых песен. Каждый день во всем мире. Это огромное количество информации. То есть информация течет с такой скоростью, что следить за ней очень сложно, невероятно. Нужно постоянно быть актуальным. К чему это ведет? Это ведет к тому, что происходит инфляция. Инфляция творческих идей. И надо их откуда-то черпать. Надо их откуда-то получать. И тут у наших многократских творческих работников, так скажем, работников цеха есть несколько путей. Что можно сделать? Можно посмотреть направо-налево. Поскольку у нас есть близкородственные народы башкиры, татары, казахи, каракалпаки. Можно посмотреть, что у них происходит. Можно посмотреть самое актуальное, что у них. И постараться делать то же самое. Такие примеры и сегодня существуют. В принципе, они довольно успешны. Что можно еще сделать? Можно попытаться переработать то наследие, которое мы уже имеем. Например, очень хороший пример Альбе Романова. То, что он делал в 90-е и в начале 90-х. Вообще, я сегодня думал об этом. Еще вчера думал об этом. Вот возьмите и вытащите одного человека из современной ногайской культуры. Альбе Романова. И как карточный домик все посыпется просто. Вплоть до сегодняшнего дня. Вот. И поэтому, слава богу, что такие люди, как Альби, как Арсламбек, Султамбеков, они существуют. Люди, которые показали нам, молодому поколению, каким образом можно перерабатывать тот материал, то наше наследие ногайское, которое есть, и подавать его в актуальном контексте. Это очень-очень важно. Вообще, постараюсь быть максимально краток. Есть два пути, в принципе, для творческих людей. Конкретно берем музыку, музыкальную сферу. Один из путей – это обслуживать публику. Это абсолютно нормально. Во все времена этим занимались министрели, трубадуры и так далее, и сказители, и так далее, и тому подобное. Всегда музыканты обслуживали свадьбы, всегда, и так далее, и тому подобное. Абсолютно нормально. Но если, скажем, сто лет назад сказители, которые пели «Достаны» на свадьбах, они все-таки делали это по принципу, как с ребенком, развлекая паучай, то сегодня, к сожалению, у нас слово «паучай» отпадает и остается только «развлекай». Но жить-то как-то надо людям. Это абсолютно нормально. Развлечение – это часть шоу-бизнеса, так скажем. Каким образом находить второй путь? Второй путь заключается в том, что можно постараться пойти как раз по пути формирования творческой элиты. Которая бы тоже смогла обрести свой голос, в принципе, в общемировом масштабе. Для этого нам нужно обретать свой собственный нагайский голос, быть очень-очень самостоятельными. Скажем, если мы будем вливаться в общий, так скажем, кипчакский процесс, да, совместно с казахскими исполнителями, каракалпакскими исполнителями. Потому что я сегодня замечаю очень ярко, там некоторые ребята пытаются смотреть, что происходит у каракалпаков, что происходит у казахов. Это абсолютно нормально. Коллаборация и взаимопроникновение культур – это абсолютно нормально, я это приветствую. Но дело в том, что человек, который не получил собственную школу и смотрит на другие школы, есть риск остаться в рамках именно тех школ и остаться за рамками нагайской культуры. Это очень большой вопрос. Есть опасность потерять свой самостоятельный голос. Только вот с этим самостоятельным голосом можно попытаться с нашей нагайской культурой выйти на какой-то международный уровень. Как это сделал, скажем, Арсланбек Султанбеков. Это очень важный пример, который очень показателен для многих молодых нагайских музыкантов, исполнителей и так далее и тому подобное. Еще один очень важный момент. Важный момент – формирование школ. Проблема в том, что нет институций. Нет институций в том плане, что многайские ребята, молодые, они все поступают, что-то пытаются делать довольно разрозненно. Если, скажем, в свое время был, помните, круг, я так его для себя называю, круг срожденного отырова. Это очень важный пример. Круг, вокруг которого концентрировались художники, танцоры, музыканты и так далее. Происходила некая синергия. Синергия, которая очень сильно двигала вперед в целом все культурное развитие нагайского народа в то время. То есть сегодня, к сожалению, подобного круга, надо признать, пожалуй, что не существует у нагайцев. И формирование какого-то подобного круга, наверное, является ключевой задачей на сегодняшний день для молодых людей. Поэтому нельзя не вспомнить, скажем, Расул Ситова, который тоже формировал вокруг себя определенный круг молодых ребят. Из этого круга Айна Черкесова, к примеру, молодой уже, можно сказать, научный работник, который с научным подходом занимается музыкой. Поэтому формирование школ, формирование институтов является главной нашей задачей на сегодняшний день, я считаю. В любом случае, в контексте нагайской культуры, в контексте нагайского народа, безусловно, все будет зависеть в ближайшие годы от личностей. На сегодняшний день является, возможно, беспримерным подвигом. Это очень сложно. Очень сложно в рамках сегодняшней культуры потребления, когда нужно постоянно продавать информацию. Поэтому, ну, можно вспомнить пример Джеймса Джойса, который, уезжая из Ирландии в Швейцарию, сказал, что я являюсь для Ирландии больше, чем она сама для себя значит. Вот. И я уверен, что, в принципе, роль личности очень важна. И если у нас будут возникать подобные личности, смотрим вот с благоговением на Арсланбека, на Алибия и так далее. Надо стараться всем молодым ребятам брать с них пример. И тогда, я думаю, все будет отлично, замечательно. Самое главное – не потерять свой собственный голос. Недавно была издана книга «Связь Хазнаса», поэтому можно очень много текстов оттуда брать. Надо перерабатывать это все и так далее и тому подобное. И вот в этих условиях коллаборация и взаимопроникновение с культурами наших братских народов будет для нас действительно успешно, действительно плодотворно и сыграет, я думаю, свою очень хорошую роль. Спасибо. Спасибо, Ренат, за ваше выступление. Очень интересно было послушать. Дело в том, что культурное вот это вот пространство – это не то пространство, в которое я, по крайней мере, там, я не знаю, плаваю. Но вот то, что вы сказали, действительно, это очень важно. Я желаю нашим творческим коллективам, желаю нашим ребятам творческим всех благ именно в написании. Я вот хочу привести еще положительный пример, как раз в контексте подготовки к этому круглому столу. Увидел, что ребята, вот Даниал и Сакаев, другие вот студии Дослар, они открывают телевидение Дослар ТВ, в котором являются именно не заимствованные песни, а именно написание своих ногайских песен. И примеры таких песен уже есть. Как раз-таки песня Алиби Романова в исполнении очень-очень маленькой девочки. И я думаю, что с такими начинаниями у нас есть будущее, в нашей культуре есть будущее. И будем надеяться, что именно наше наследие будет перерабатываться. Спасибо, Ренат. Спасибо.